Дом ученых во Львове это здание, которым нет несколько названий. Дворянское казино, Графское казино, Народное казино, казино Герхарда. Было построено оно в 1898 году по проекту известных венских архитекторов Германа Гельмера и Фердинанда Фельнера. Это авторы известной венской обсерватории, Одесского, Черновицкого оперных театров. Они, эти архитекторы, вдохновлялись образцами дворцовой архитектуры среднеевропейского барокко. Кстати, из-за здания музея где-то вот тут снимался знаменитый фильм «Даркирьян и три мушкетера». С 1918 по 1939 год здание функционировало казино. Это и понятно, насколько у него такой супер богатый интерьер, чего стоит только одна дубовая лестница. Ну а потом здание было национализировано и с 1948 года стал функционировать как Дом ученых. В настоящее время здание принадлежит Львовской областной организации профсоюзов работников образования и науки и Украины. Ну и иногда тут проводятся и Львовские баллы. Ну, могу добавить, что, в принципе, здание для просмотра, ну, 20 минут, максимум, может быть, 30. На первом этаже несколько комнат, пустые, без мебели, без ничего. Основной экспонат – это, конечно, вот эта дубовая лестница, перила. Это то, что действительно заслуживает внимания. Ну, на втором этаже, в принципе, такая же ситуация, как и на первом. Здесь сама богатая лестница и есть две комнаты, которые доступны для просмотра. Опять же, ну, можно представить, что здесь когда-то стояли игральные столы, рулетки. Клубился дым от дорогих сигар. И вальяжные дворяне заседали и просаживали нечестным трудом заработанные деньги. Ну, честно говоря, я не знаю, как это функционирует здание сейчас, потому что, в принципе, ни обстановки, ничего нету. Ну, такой себе небольшой, скажем так, музей для просмотров. Хотя, конечно же, можно было его что-то превратить в более такое подобающее. Итак, дворец ученых. Продолжение следует...